Мы рады снова приветствовать вас на СТМЭГИ-ТВ. В эфире наши ежедневные новости. Здравствуйте. 9 будущих раввинов из Москвы прибыли в столицу еврейской автономной области Биробиджан для укрепления еврейских традиций. Основными задачами поездки стали обмен опытом и учеба в центрах еврейских общин Дальнего Востока. Среди столичных гостей сын главного раввина России Берла Лазара, 20-летний Мэнди Лазар. По его словам, главная цель поездки – сдать экзамен на раввина. Отмечу, что накануне делегация побывала в Хабаровске, а после Биробиджана гости отправятся во Владивосток. С конца февраля в Израиле введут банковские паспорта. В них будут указаны все активы и пассивы клиента, текущие операции на счету, проценты на вклады и многое другое. Основная цель нововведения – улучшить контроль клиента над состоянием счета и предоставить ему еще один способ сравнения разных банковских продуктов и услуг. Причем клиенты с хорошей кредитной историей получат привлекательные предложения в виде различных льгот. Израиль испытал уникальный летательный аппарат, который разрабатывался для нужд ЦАГАЛа с 2008 года. К началу 2011 года опытный образец успел налетать около 10 часов. Теперь же был произведен полет в полностью автономном режиме, а в этом году планируется провести еще несколько подобных испытаний. Затем новинка поступит в распоряжение военных. Мигранты-мусульмане напали на еврея в Германии. Волшебный мир Шафаров, мастера Шимана. Какие благословения произносят, когда рождается ребенок? Об этом и не только. Узнаете на нашем сайте стмэги.ком. А актуальные курсы валют вы видите на мониторе. Хорошего дня и до встречи на Стмэги ТВ.